Всем привет, с вами Дэн и сегодня микробренд с Алиэкспресс Кто не любит недорогие, ну, качественные часы с отличными характеристиками, можете видос сразу закрывать А все остальные, добро пожаловать, давайте смотреть, что у нас в коробочке Уже вторые часы от этого бренда я разбираю Первые мне понравились, первые мне понравились, а давайте посмотрим, что у нас со вторыми Коробка у нас ту же самую Значит, но здесь модель должна быть совершенно другого плана И здесь у нас это даже, насколько я понимаю, это не хамаш Это какая-то самостоятельная модель, но вы в комментариях напишите, если вдруг я не угадал Слушайте, мне тут даже два мануала положили И одну гарантийную карточку Ну, два мануала это лучше, чем ничего, поэтому здесь я не против Давайте смотреть на сами часы Здесь у нас много-много всяких пленочек Я сейчас это все дело сниму, а потом мы уже продолжим видосину Так, значит, пленки снял И опять смотрю на них И не узнаю, с чего это могли срисовать Хрен его знает Короче, напишите в комментариях, если я вдруг что-то пропустил Что-то, блин, не видел, не знаю Единственное, что скажу сразу, браслет-ойстер Застежка тоже ойстер В общем, здесь все слизано, сами знаете, с кого Но браслеты тут, по-моему, такие же примерно, что стоят на Pagani Design Примерно такого же качества, такой же геометрии Не самый выдающийся браслет с точки зрения, вот, качества, да Сочленения и звеньев Но в целом он неплохой Достаточно И застежка так Да, я думаю, это прямо вот от Pagani Design Примерно то же самое Ну, в принципе, неплохо Пока раскрывал часы и решил, что давайте мы эту модель с вами разыграем А чё бы и нет? Чё бы и нет? Вроде часы неплохие Значит, здесь GMT у нас GMT А GMT, к сожалению, означает, что, если это механика Что здесь, конечно же, не японский, не швейцарский калибр Здесь стоит Dixmont Guanzhou DG5833 GMT-механизм с запасом хода 30 часов По-разному эти механизмы себя ведут Иногда они достаточно надежные, иногда они не особо надежные Ну, короче говоря, я вам, как всегда, не рекомендую покупать Китайские калибры По той простой причине Не от того, что они у вас сразу сломаются А от того, что просто, если они вдруг сломаются Вам их ремонтировать будет достаточно тяжело Поэтому вот выбирайте на японских Вот такие вот часы Китайские, именно бренды Что называется, ноунейм, небольшие Что-то там с Алиэкспресса Лучше, конечно, выбирать на японских Чтобы проблем не иметь Но, тем не менее И эти калибры могут работать достаточно неплохо И тому есть множество свидетельств Вот Значит, стоит эта модель где-то 5-6 тысяч рублей Или 70-80 долларов В зависимости от всяких там распродаж Акций, купонов и тому подобного Ну, в общем, такой примерный диапазон Сталь Заявлено 316 и на браслет, и на корпус LD9106 Значит, референс этих часов Сапфир Керамика И что касается водозащиты То в описании нет Давайте глянем, что у нас здесь А здесь что-то тоже нет А, 200 метров заявлено Я, честно говоря, думаю, что может быть 200 нет Но если 100 есть, уже неплохо Задняя крышка завинчивается Здесь у нас В честь того, что это GMT Даже есть такая вот легенькая гравировочка Значит, земного шара Ну, кстати, ну Приятно вполне себе Так, безель у нас Не самый крепкий Но Есть небольшой люфт Но в целом Достаточно приятный, уверенный безель И знаете, что мне нравится? Что здесь хорошая отделка по Гради безеля Здесь ничего не царапается Ничего вот Тут не сэкономили на этой отделке Это уже плюс Зеркальная полировка по корпусу Не самая лучшая, естественно Но за свои деньги Там за 5 тысяч рублей А чё бы нет? А неплохая Накладные метки Стрелки Зеркальная полировка Глубокий такой У нас Циферблат, да? Колодец Здесь ещё есть специальная Отдельная шкала На внутреннем косом Ранте Для стрелочки GMT Дата Контрастная Но при этом Не вызывает отторжения Потому что она Здесь как бы Продолжение метки Часовой Ну, приятно Вполне себе приятно Грань Значит, на На корпусе Здесь тоже Зеркальная полировка Сверху Ушки С сатинированием В целом Мне кажется, что Получше сделан Корпус Нежели браслет Мне не нравится На браслете Вот это крепление Крайнего Звена К основной части Слишком большая Дырка здесь Пронежуток А вот корпус Вполне себе Приятный Вполне приятный Ну, так В целом Я считаю, что За свои деньги Уже неплохо По характеристикам Внешняя отделка Неплохая Сейчас, конечно Посмотрим Макро-видео Но, опять же Опять же Для особо Упертых людей Которые говорят Что типа Дэн не обращает Внимание на косяки В супер дешевых часах С Алиэкспресс Ну, поэтому Они дешевые Если бы эти часы Стоили 200 баксов Дэн бы обращал Внимание на эти косяки Если бы они стоили 500 баксов Тоже бы обращал Но за сумму Менее 100 баксов Это шикарно Потому что Давайте посмотрим Что нам предложат Конкуренты Предложат ли они Сапфир Предложат ли они Керамику Конечно же нет Так, значит 40 мм Высота 12,7 По браслету 20 И от ушка До ушка У нас 48 48 У меня запястье 18,5 Слушайте Ну, аккуратненько И, по крайней мере Выглядит не как Субмаринер Поэтому это уже Уже неплохо Значит, по конкурсу Что нужно сделать Ну, вы, наверное, знаете уже Нужно быть подписанным На гитатру Нужно поставить лайк Видосу И, конечно же Написать какой-нибудь Комментарий И на стримах Я провожу Примерно раз в месяц Розыгрыши Того, что Разыгрываем 152 грамма У нас на полном Браслете Так, ну что Давайте Глядеть макро Ну, перед макро Я, конечно, предупрежу Тех, кто думает Что сейчас Здесь все должно быть Идеально Но я напомню Что в этой ценовой категории Идеально не бывает Ни у кого никогда И даже не найдитесь В принципе Стандартный Китай За 5000 рублей По качеству Тут пыли много Но Как вы знаете По моим видосам За эти бабки Пыль почти Везде имеется Так Ну, вот, кстати Говорят, цифры Ну, более-менее Аккуратно Здесь на безеле Отделка безеля Приятненькая Здесь И Она подтвердилась На макро Что у нас С сатинированием По браслету Ну, все остальное Достаточно Стандартно Итак Остался у нас Завершающий штрих А это не итоги Пока еще А проверочка На На сапфир И он ее прошел Отлично Сапфир имеется Значит Что я вам скажу По итогам Рекомендую ли я Покупать именно эту модель Нет, не рекомендую Потому что китайский калибр Уже Почему Сказал Раньше в обзоре Хорошие здесь Характеристики За эти деньги Хороший Дизайн Вообще прекрасно Если, конечно, это не хамаша Вы напишите обязательно Вдруг я где-то Что-то ошибся Поэтому Слушайте Весьма и весьма Неплохо Лакс Дентон Уже второй раз Меня радует Эта марка Да Микробренд Можно так сказать И Прикольно Прикольно То есть На японских калибрах Я прям даже говорю Что брать можно На китайских Но если прям вот Только очень сильно хочется Не забываем участвовать В розыгрыше И ставить, естественно Царские лучшие На ютубе лайки Я на этом с вами прощаюсь Всем пока С вами был Дэн Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok